Отлично. Добрый вечер. Получилось? Подсоединились? Да. Девчонки присоединяются. Всем привет, привет. Привет. Добрый вечер. Я пока присоединяюсь, размешаю шоколадик. Я его подтопила для того, чтобы мы сделали с вами пластичный шоколад. Скажите нам, пожалуйста, как нас видно и как нас слышно, чтобы мы понимали, что у нас со связью. Поставьте нам любую реакцию в чат, там какой-нибудь смайлик, чтобы мы понимали, что нас видно и слышно. Добрый-добрый вечер. У нас сегодня тема цветы из пластичного шоколада. Мы ждем, пока к нам присоединяются люди. Цветочки мы будем делать для того, чтобы вы могли их использовать для декора куличей. Кто у нас там проявил активность и голосовали под постом, то у нас там были нарциссы и фиалочки. Вот сегодня мы будем делать нарциссы, фиалки и еще я решила, что я дам вам крокусы. Да, это тоже весенний цветочек такой. Очень прикольно. Будет его использовать на пасхальной выпечке. Привет, привет. Добрый вечер. Начинаем. Будем начинать. Отлично. Девчонки, всех с прошедшим 8 марта. Счастья, здоровья, успехов. Добрый-добрый. Еще в салон году поздно. Ничего. Так, для начала мы с вами сделаем пластичный шоколад, чтобы вы знали, из чего вообще делать это дело. Смотрите, у нас есть пост с тюльпанчиками. Там есть один рецепт шоколада, на котором мы делали тюльпаны. Сейчас мы вам покажем еще один рецепт, для того, чтобы вы могли выбрать тот, на котором вам будет удобнее работать. Или тот, или тот. Тоже будете решать сами. Так, для этого давайте договоримся вот что для начала. Что вопросы по поводу рецепт, сколько чего. Не отвлекаемся, не задаем их. Все будет потом поставлено у нас рецептик под этим эфиром или под следующим. Посмотрим, как мы управимся. Вот, поэтому эти вопросы не задаем, не отвлекаемся на них. Я вам потом все напишу, честное слово. Так, для начала нам понадобится сахарный сироп. Сахарный сироп следует приготовить самим. Вы берете один к одному сахар с водичкой, доводите до кипения, слегка прокипятили и оставили полностью, чтобы он остыл. Вот. Берем этот сироп, такой вареный. Здесь у нас глюкоза. Понадобится растительное масло без запаха. Кто смотрел сториз, тот видел, что я говорила об этом. Вот, я буду использовать вот такое масло виноградной косточки. Оно имеет приятный аромат, поэтому буду использовать его. Привет, девочки. Ну, и сам шоколад. Шоколад я буду использовать какао... Как он у нас? Нет, это колебаут. Точно, это колебаут. Вот. Вельвет. Он у нас 32%. Лучше, конечно, брать 33-34. Какао баре, по-моему, 34. Вот лучше взять его. Но у меня сейчас такого не было. И чаще мы работаем на вельвете, поэтому буду использовать его. Он немножечко будет более мягкий, но все равно все из него получается стабильное. Растопили шоколад. Его топим просто до жидкого состояния. Ничего с ним... Не надо там контролировать температуру. То есть ничего такого делать сверхъестественно с ним не нужно. Просто вот до жидкого состояния, чтобы не было комочек. На плиту ставим сотейник. И будем прогревать наш сиропчик. Добрый вечер. Мы тоже рады, что вы с нами. Все это выливаем сюда. Глюкозка уже прихватилась. Вот не оставляйте ее так, как оставила я. Потому что сверху появляется корочка. Сделаем чуть меньше. Нам нужно до жидкого состояния все растопить. То есть довести потом до кипения. Сейчас я постараюсь максимально вычистить из мисок все. Масло мы отправляем сюда же. То есть я его отправляю сюда в сотейник. И помешивая доводим до кипения. Надо, чтобы все у нас объединилось. И затем мы выльем все содержимое на наш шоколад. Вымешаем до объединения. И нужно будет потом все это дело завернуть в пищевую пленку. После того, как мы завернем эту пищевую пленку, нам нужно будет отправить в холодильник. Так, у нас закипело. Все, я откладываю в сторонку. Отдаю шефу. И то, чтобы она мне не мешала. Сразу подготовлю пищевую пленочку, чтобы когда у нас будет уже сгущаться шоколад, мы его сразу выложили на пищевую пленку. Не следует долго вымешивать, потому что иначе начнет отсекаться какао-масло. Начнет расслабиваться масса, а нам это абсолютно не нужно. Добрый вечер, кто присоединился всех с прошедшим праздником. Эфир сохраним, не переживайте. И начинаем потихонечку вымешивать. Если мы хотим подкрасить. О, подкрасить. Какой цвет подкрасить? Давайте я подкрашу в желтенький. Поскольку у нас там нарциссы будут. У меня color splash. Цвет лимон называется. Сейчас грядут праздники пасхальные. И этот цвет как раз пригодится. Окрашивать пластичный шоколад можно любыми красителями. Это могут быть и жирорастворимые, и гелевые. Такой хороший шоколад. Пожалуйста, девчонки. Можно будет цифляной с ним делать. Видите, какой он. Так. До объединения вымешали. Я смотрю, что масса начинает отходить от стеночек. Отходит от стенок. Все. Я прекращаю тогда вымешивать. Все туда. Подгребаю все к массе. И выкладываю на пищевую пленку. Видите, она сама сползает. Забирает все с собой. В принципе, ничего не остается в емкости. Распластать ее нужно толщиной. Вот такой пласт. Толщиной где-то 1 см. Я накрою, так ее подбавлю. Здравствуйте, здравствуйте. Обязательно его в тонкий пласт распластайте. Для того, чтобы потом было легче его вымешивать. Мы его уберем в холодильник. Где-то часа через два надо будет достать массу. Как следует вымешать. Только аккуратно, чтобы она не начала отслаиваться. То есть мы вымешиваем ее. Снова распластаем ее в пласт. И отправляем уже просто при комнатной температуре стабилизироваться где-то, 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 не помню. 24 часа или 12. 12 часов вот. Привет из Швеции. Вы очень приятные, позитивные. Спасибо, Швеция. Мы рады, что вы с нами. Так, видите, у нас получился такой блинчик. Оставляем его, чтобы он у нас стабилизировался слегка. И потом в холодильник шеф отнесет его, чтобы можно было его охладить. Напоминаю, через два часа его надо размять. Вот. Затем у вас получается вот такой достаточно стабильный материал. Масса плотная. Сейчас покажу. Ну, судя по звуку, уже слышно. Да, она, видите, стучит. И видите, она у меня плоская. Именно для того, чтобы потом было легче с ней работать. Если будет слишком такой толстый комок, вам будет тяжело ее размять впоследствии. Вот видите, когда она плоская, вам легко оторвать и разминать ее. Разминать лучше аккуратно. Для того, чтобы, потому что она вначале, видите, как на кусочке распадается. Вы ее вымешиваете до пластичного состояния. Пока она мне не нужна. И оставляете отдохнуть. То есть она от рук нагревается. И становится очень теплой. Начинает выделяться жир. Чтобы этот процесс прекратить, берете и оставляете, чтобы она остыла. И тогда можно будет легко с ней работать. Вот у меня, допустим, подготовленная масса уже размята. Специально для того, чтобы мы могли с вами что-то делать. Ждала, я чуть не пропустила. Все нормально, все успели. Мы здесь. Добрые вещи. Рецепт будет. Девочки, насчет рецепта. Если кто-то переживает, пару постов вниз уже есть. Один рецепт есть, да. Тут будет другой, конечно. Так что смотрите внимательнее. Нам понадобится коврик, с которым мы будем работать. Желательно иметь коврик такой, губку. Если нет, можете использовать просто губку для мойки посуды, но новенькую. Посуду ей не моем. Нам нужен будет крахмал, для того, чтобы припудривать массу. И она не липла кисточка. Я использую такую для румян. Стеки, стеки. Нам нужно будет пригодиться колесико. Стеки, с которыми вам будет удобно работать. Это вот такой стек для лепки. Я буду утончать с помощью вот такого стека, называется кость. Можно использовать стек булька, который на конце с шариками. Что еще нам? Нужна будет кисть для склеивания. Ну, в принципе, пока все. Еще могут понадобиться маникюрные ножнички. То есть, в принципе, вот для начала ничего такого. Но, для самого изготовления цветов, девочки, все-таки понадобятся инструменты, именно которые у нас вырезают саму форму лепестков и листиков. Вот с этим всегда обычно проблема. Но их можно изготовить из картона. Удобнее изготавливать из подложки, которую мы используем для торта. Вот это серебро-золото, знаете? Вот. На ней вырезать шаблончик и вырезать ножничками, использовать его. У меня есть на картонке вот тоже шаблоны я себе сделала, лепесточков, фиалочки. И вот буду использовать их. То есть, можно сделать себе вот такие шаблончики. То есть, ничего трагичного, если у вас что-то не будет хватать, нет. Сам лепесток крокуса. Я буду использовать вот такой лепесточек от розы, самый маленький. Он у меня в высоту, высоту сейчас вам скажу, где-то сантиметров пять. Для листика нарцисса у меня тоже вот такой лепесточек, вырубочка. Он просто как форма яичка. И высота у него четыре с половиной сантиметра. Недавно вас нашла. Очень рада. Спасибо вам за ваш труд. Спасибо, что вы с нами. Так, листочки для нарцисса, для крокуса. Можно вот такой формы брать. У меня вырубки, вы просто делаете продолговатые листики. Это можно сделать с помощью ножа. Либо вот, кто имеет вот такой стек-колесо, двойной, да, с двух сторон колесики, можно с помощью его вырезать. Либо с помощью просто скальпеля. Америка тоже с нами. Спасибо, Америка. Спасибо. Так, я приготовлю мониторные ножнички. И смотрите, у меня есть вот такой пятилистничек. Вайнер-пятилистник. Он очень дешевый. Купила в кондитерском магазине. Вообще весь инструмент, который мы используем, можно купить в любом кондитерском магазине. Везде есть просто любой пятилистник, который вам получится купить. Оно приблизь может показать. Конечно. Вот, видите, у меня вот такой. Стоил он, по-моему, гривен 30. Рецепт супер. Я делала, все были в восторге. Спасибо вам. Смотрите, для крокуса, чтобы крокусу придать листикам какую-то фактуру, я взяла, у меня небольшой такой есть вайнер. Это лепесток пиона, по-моему, да. И для лепесточков самого нарцисса, это лепесточек нарцисс. Можно вообще обойтись, если вы будете делать чуть мельче, чем буду делать сейчас я, можно обойтись вообще без вайнеров. То есть для пасок, для капкейков, я считаю, что можно так упростить работу. Но хочется, чтобы было красиво. Я всегда показываю вот так вот. Для того, чтобы была фактура, чтобы была фактура, не было. Чтобы было максимально приближенно к оригиналу. Для самих листочков для фиалочки. Я видела, что есть вайнеры фиалки, листьев. Очень красивые, фактурные. Получится найти их до праздника, Пасхи еще достаточно времени. То есть вы можете себе купить инструмент для работы и сделать все как положено. Я взяла просто листик универсальный, для того, чтобы у меня фактурка, листочка хоть какая-то была. Потому что листика фиалки у меня нет. Москва на связи, спасибо, Москва. А где взять глюкозу? Глюкозу в кондитерском магазине купите. Есть вопросик. У меня цветы, тюльпаны тают. От чего это может быть? Возможно, у вас очень жарко в помещении. И смотря какой вы использовали шоколад. Возможно, он очень маленького содержания масла какао. И поэтому тает. Желательно 33%. Всем привет. Очень-очень хочу научиться делать такие цветочки. Так, с чего начнем? Будьте внимательнее. С чего начнем? Нарцисс, крокус или фиалка? А ну давайте, проголосуем. Ириша, привет. Нам приятно, что ты с нами. Давайте, давайте, поактивничаем. Что хотите первое, чтобы я показала? Фиалочку, нарцисс или крокус? А то как-то скучненько. Да, давайте, поактивнее. Можно вырубки поближе? Вырубки, ну, это вырубка от розочки. А может ты приблизишь вот так? Ну что-то... Вот она, вот такие формы. Даже я вот эту не буду использовать. Как-то так, девочки. Ближе у меня не получится, что-то у нас в телефон. Это не в телефоне, это инстаграм поменял настройки. И теперь в эфире почему-то нельзя приближать. Ага. Вот. Видите, это такая форма капельки, как в розочке. А это у меня, вот этот листик, это, по-моему, от орхидейки у меня вырубочка. Ну, как-то так. Все есть в магазинах, девочки. Сейчас это вообще не проблема. Да, найти вырубки в магазинах кондитерских сейчас, ну, не составляет такого труда, как раньше. Сейчас есть все. И можно сделать, если что, себе шаблончик. Вот видите, у меня нет вырубочки фиалочки, листика. Я буду использовать, вот такой себе шаблончик сделала. Нашла в интернете и себе прорисовала. Армянка из Франции тоже с нами. Спасибо. Ах, ничего себе, армянка из Франции. Спасибо. Так, так что? Кто-то там проявил какую-то? Сейчас ищу, ищу. Я же Ростов-на-Дону, привет. А то вот интересно, что вы хотите первое сделать? Тут же 3D-кондитер с нами здесь пишет, я могу изготовить. Вот, видите, сразу, для пластичного шоколада, такие вырубочки, как 3D-кондитер делать для пряников, они как раз пойдут. Крапивнистский, привет. Крокус, крокус, фиалка, фиалка, крокус. Все, поехали, крокус, там еще 5 крокусов. Будет крокус, потому что все время все говорят крокус. Так, смотрите, для того, чтобы подсушить цветочки, лепесточки цветочков, я использую обычные. Вот такие ложечки, одноразовые, пластиковые. Да, никого не обидел, крокуса больше. Значит, начинаем с крокуса. Даже хорошо успеет подсохнуться следует. Взяла ложечки пластиковые и кусачками откусила ручки, чтобы они мне не мешали. Их так удобнее хранить. У меня специальный бокс, где я вот такие ложечки храню. Сейчас возьму вот такие, которые более узенькие. И с нами еще армянка и швецы. Ох, у нас сегодня дружба народов. Так, приготовлю у нас в крокусе 6 листочков, лепесточков, уточняю. Нам понадобится 6 ложечек. Я сразу их приготовлю для того, чтобы мы могли туда выставлять, подсушивать наши лепесточки. Так, для крокуса. У меня пластичный шоколад. Видите, я бы чуть-чуть покрасила. О, шоколад мне так хорошо заклеил, чтобы не подсохло. А теперь я вам как будто буду разбирать. Таджичка из Казани, привет, привет. У нас тут все 15 республик Советского Союза. Девочки, я смотрю, еще очень много добавила. Всех с прошедшим 8 марта, чтобы никого не оставить без внимания. Так, слегка подминаем массу, чтобы она стала... Швеция, привет. Чуть-чуть такая более пластичная. Перед эфиром я их разминала, да, чтобы потом было легче работать. Так, вот моя скалочка. Швейцария, привет. И смотрите, чуть-чуть расплющили и раскатываем в пласт. Нам нужно раскатать пласт толщиной где-то буквально 1 мм. Припудриваем чуть-чуть крахмальчиком с двух сторон. Сильно не припудривайте, для того, чтобы потом у вас на заготовочках не было много крахмала. Видите, не совсем еще разошелся краситель в массе. Ну, ничего страшного. Тверь, привет. Украинка из Канады. Всем привет. Молдова тоже с нами. Кто к нам присоединяется, всем добрый вечер. Мы тут шоколадные цветочки делаем. Из Омска. Омск, привет. Смотрите, раскатываем буквально 1-1,5 мм. То есть достаточно тоненько. Сильно толсто раскатайте, будет грубо смотреться. Раскатали. Нам нужно для нашего крокуса. Еще раз повторюсь, я использую вот такую капельку. Если вы найдете шаблон цветка крокус в интернете и вырежете себе вот такую заготовочку, можно делать им. У меня есть вот такой листочек, я буду вырезать 6 лепесточков. Ну, почему я так у вас влюблен? Вы крутые. Спасибо. И что я у вас такой влюбленный? Какие сроки хранения таких цветов? Смотрите, вы, когда покупаете шоколад, если вы покупаете в упаковке, то на упаковке производитель всегда указывает срок годности. Поэтому ориентируйтесь на срок годности шоколада. Если у вас приобретен шоколад на развес, и вы срока годности не знаете, то могу сразу сказать, что можете хранить его смело в боксе закрытом. Желательно, скорее всего, в холодильнике, поскольку сейчас работает отопление. И я не думаю, что у кого-то в помещении есть 17-18 градусов. Вот, поэтому желательно хранить в холодильнике на нижней полке, где там овощи обычно хранят, чтобы не перемерзало. Хотя, хотя, может покрыться слегка налетом, да, если хранить в холодильнике, и у вас достаточно сильно он охлаждает. Вот, вообще, хранить можно при комнатной температуре, если у вас не сильно жарко, и обязательно в боксе, для того, чтобы пыль не садилась на наши цветочки. Керч, привет! Я служил в Керчи. Ложечки кофейные или чайные? Это не чайные, это обычная ложечка одноразовая, я не знаю, побольшая. Они же там... Столовая, скорее всего. Ну да, наверное, это столовая. Так, смотрите, я вырезала шефа... Бонжур, францесс! Бонжур! Так, смотрите, когда мы вырезаем вырубочкой, и у нас толстенький, да, такой, это один миллиметр, это достаточно толсто раскатанный глаз, то нам нужно утончить край. Шеф, подведи поближе. Сейчас, что плохо, не подводит ближе Инстаграм. Какой красивый цвет, такой красивый фиолетовый цвет. Я потом сделаю пост и пропишу все красители, которые я использовала. Смотрите, нам нужно утончить край. Вот здесь такая вот покатая сторона, я не знаю, так видно. Вот, я ею утончаю краешек, то есть я прохожусь так, чтобы край лепесточка стал тоньше. Для того, чтобы, когда мы будем его закатывать, видите, вот он совсем тоненький становится, когда я прохожусь по краешку. И вот таким образом нам нужно утончить все наши лепесточки вокруг. Прохожусь с одной стороны и с другой. Если у вас нет этого стек-кость, мне вот сейчас удобнее им делать. На сахарных цветах я использую вот такой стек-бунька. Вы тогда берете и прокатываете только самый краешек. Но надо очень аккуратно, потому что все-таки это круглое. И оно дает, знаете, как немножечко такая ступенька получается, когда мы прокатываем краешек. А косточкой мне нравится то, что у нее более покатый этот, получается, сход этот. И у меня вот таким углом скатывается. А цветы твердые получаются? Да, они когда высыхают, да, они тверденькие. Но при кусании они кусабельные. То есть, ну, они не засыхают в камень. Шоколад вы кусаете, он какой? Вот, а этот кусается легче. Они не будут так крошиться, как, допустим, когда вы шоколадку кусаете. Уберите комментарий, ничего нет. Девочки, как же мы уберем комментарии, когда нам интересны ваши вопросы, чтобы вы не упустили ничего. Давайте договоримся. Смотрите, пересмотреть. Если вы захотите посмотреть без комментариев, можно пересмотреть запись. В записи эфир всегда идет без комментариев. А сейчас нам нужны комментарии, чтобы мы понимали, что ясно, может, что-то нужно повторить или кому-то ответить на какой-то вопрос, который возник в процессе. Потом к концу эфира обычно все забывается. Теперь смотрите, чтобы сделать такую настоящую фактурку у листочка, я использую вот такой вайнер. Я укладываю в него лепесточек и сверху прижимаю. Если у вас его нет, сейчас покажу, что сделаем, если у вас его нет. Вот у меня получается такой листик. Я не знаю, видна ли фактура. Немножко он такой полосатенький получается. Вот, и я его укладываю вот таким образом в ложечку, для того, чтобы оно подсыхало. Все шесть штучек укладываем подобным образом. Тут еще хорошо сразу изгиб получается. Все, круто. Спасибо. Пожалуйста. Я еще сейчас покажу, что делать, если вайнера нет, как округлить лепесточки. Чтобы не просто их вмять, допустим, в ложечки, а немножечко придать им округлую форму. Здесь у меня вайнер округлый, и он при нажатии изгибает так массу, что как раз у нас заготовочка полукруглая получается. Крокус, он такой, да, немножечко вот так закрывает верхушечку цветочка. Какой размер вайнера? Девочки, я его не измеряла. Ну, сантиметров пять, наверное, он так, судя по тому, вот как. Ну, пять сантиметров. Вот, тут у меня шкафа есть. Вы можете взять любой вайнер, который даст вам фактурку, да, который даст вот эти прожилочки, чтобы была имитация живого цветочка. Если вот стоит вопрос, да, вы хотите максимально приближенно к оригиналу сделать, то тогда уже вам это можно использовать. Если нет вайнера, я сейчас вам покажу, что сделать, если вайнера у вас нет. Ну, вот хорошо девочки подсказывают, как можно убрать у себя комментарии. Вот даже у некоторых получается. Где можно купить такой вайнер для лепестков? В любом кондитерском магазине есть, девочки, ну, полно их. Сколько хотите. Сейчас заходите на сайт, на любой, смотрите, выбирайте то, что вам нужно. Они под названием. Здравствуйте, здравствуйте. Так, я хотела показать один лепесточек, да, что делать, если вайнера нет. Вы можете не использовать. И сразу говорю, что у нас достаточно крупные будут цветочки, то есть это на большие пасочки. Если у вас куличики будут небольшие, то вам тогда нужно будет делать размер поменьше. Поэтому на размер можете сильно не ориентироваться. Будете смотреть от размера куличей, которые вы будете выпекать. Я показываю из тех материалов, которые у меня есть. И если я сделаю слишком мелкое, такие детали вам просто не будет видно. Легко припудривать надо, видите, масса липнет. Поэтому время от времени припудриваем. Сейчас я покажу, что мы делаем, когда у нас два вытрашу. Если нет у нас нужного нам инструмента, а очень хочется делать, вот что мы сделаем. Вы берете заготовочку, утончаете. Ты главное смотри, чтобы было видно, девочки. Потому что раньше была функция приближения. Я всегда для девочек стараюсь. Всегда. Вот так утончили краешек, да, максимально, чтобы было тоненько. И потом вы можете взять вот такой стек-бульку и вот эту часть вот так поглаживающим движением вовнутрь округлить. Видите, она, когда так проходимся, она сама закругляется. Получается вот такой лепесточек. И вы тоже его кладете, сушиться в ложечку. И все. Ну, так у вас не будет фактурки. Как бы ничего такого ужасного, я считаю, что в этом не будет. Здесь тоже эта фактура не видна столь сильно, вот как кажется. Что вот прям. Если я присмотрюсь, взяла, я не могу сказать, что прям такая четкая, поскольку этот лепесток пиона, он не имеет слишком выраженной фактуры. Пока оно у нас подсыхает, я уберу в стороночку. А если ничего этого нет, тогда как? В смысле ничего этого нет? Есть, наверное, инструменты. Ложечку найдете. Смотрите, нож есть в любом доме. Правильно? Берете нож, берете бумажку, вырезаете себе вот такой шаблончик из бумажки, любой. У детей забирайте картон, идете к ним и забираете у них. Вырезаете себе вот такой шаблончик, да, там лепесточка, нужной формы. Можно найти в интернете. Пишите шаблон, лепесток крокуса. Оно вам выдаст целую гору. Гугл вам в помощь. Перенесли себе, приложили кальку к экрану, там планшета, даже на экране телефона можете увеличить до нужного размера, на компьютере. Приложили кальку, фломастером обвели, аккуратненько все себе вырезали. И потом ножиком вырезаете. Если нет вот такой инструмента, ни вот такой косточки, ни инструмента с шариком, то забейте у детей милочек маленький. А еще можно использовать просто ложку. Возьмите просто чайной ложкой, утончите край. Ой, я смяла уже лепесточек. То есть можно вот так вот краешек, приминая вот таким образом, утончить край тоже. Было бы желанием. Так что можно из подручных средств. Знаете, когда мне говорят, о, у меня нет того, у меня нет того, как делать. Я когда начинала заниматься тортами, я до того хотела делать цветы, что я все делала из подручных средств. Когда я только-только, знаете, вот первые там розочки, я вырезала ремкой. Ничего, были просто кругленькие. Они не были каплевидной формы, листики. Вот поэтому. И вот такой стек я себе увидела в интернете. Я себе сделала, знаете, из чего? Я взяла большую пуговицу. Ой, пуговицу, господи, прошу прощения. Короче, с кофты срезала. Там одно время было мода, в том, что все бусинами крупными вышло. Вот. Я взяла себе крупную бусину, срезала с кофточки, ставила в нее зубочистку и вот так вот использовала для уточения. Так что, если у вас есть желание, то вы придумаете, что сделать. Хотя, этот инструмент сейчас не стоит так дорого, его можно купить в кондитерском магазине. Так, Нам нужно сделать сердцевинку. Сердцевинки, для того, чтобы закрепить цветочек. Вот у нас будут крепиться вот на таких штучках. Да, вот так будет выглядеть наш цветочек. Шеф, можно включить вашу культурку? Девочки, 16 ламп, 4 прожектора, все включено. Скорее всего, это вечерком, что-то с интернетом. Ну, говорят, слегка резкость пропадает. Как называется? Черный коврик. Если сможет пропадать туда-сюда, двигают, и может из-за этого не успевает сфокусироваться камера. Так, смотрите. Черный коврик, как называется? Вот так и мат. Мат называют. Структурный мат. Не структурный. Простой мат. Мат, да, я не помню. Он как поролоновый идет, я даже знаю. Он мягенький, такой, не сильно мягкий, не сильно твердый, то есть, чтобы на нем можно было работать. Я тоже делала розу со стаканом. Вот, я же говорю, что когда хочешь, найдешь. Так, теперь мне нужно сделать основание наших цветочков. Будем, вы не думаете, что мы будем так использовать, это делается для того, чтобы было удобно работать. Потом вот этот низ обрезается. Нам нужно сделать вот такой конус. Примерно, я беру шарик, делаю, ну, грамм 10. Я специально взвесила перед этим. Или, такой, как сливка небольшая алча. Все начинаем лепить всегда с кружочков. У вас ножки не болят, чего вы не сидите. Тогда вам ни меня видно не будет, что я делаю. Мы на работе, мы не можем сидеть на работе. размяли, закатали в шарик, да, сделали вот такой шарик. и затем выкатали его в капельку. Выкатали в капельку с острым краем. Ставим на поверхность и как бы опускаем вниз. То есть, сделаем такую, как фишку. Знаете, дети у нас играют обычно в игры. У них вот такие фишечки. Вот. Делаем такую подставочку для нашего крокуса. Коврик для мышки можно? Надо чуть-чуть потолще, девочки. Что, коврик для мышки? Ну, если сильно хочется сделать, чего нет? Можно. Ну, как главное, помойте его и протрите спиртом. Если она и она говорит, что можно, значит, можно. Я бы взял чуть-чуть потолще что-то. Чуть-чуть. Ну, если нет, то пойдет. Лишь бы он мягенький был. Шеф, слушай. Хорошо, Леана и Евгарина. Все. Так, смотрите. И оставляем чуть-чуть застыть, для того, чтобы у нас стабилизировалась наша основа. Теперь, у нашего крокуса, иначе шафран, есть вот такая сердцевинка. Тычиночки я не делала, потому что из этого пластичного шоколада достаточно тоненькие, если делать, они плохо держатся. Сейчас нам нужно сделать вот такую основку, сам шафран. Да, это пистики, тычинки. Разминаем чуть массу, слегка ее подминаю, потому что предварительно она у меня была размята. Снова слегка припудриваю и тогда раскатываю. Раскатать нам нужно просто в такую длинную полосочку, достаточно тоненькую, чтобы нам сделать основку эту. Будем делать наподобие юпочки. Вы крутые. девочки, мы просто стараемся для вас. Спасибо, конечно, огромное. Сделали вот такую длинненькую штучку. Раскатали, достаточно тоненькую. Краешек я подрезаю, где-то сделаем ее, ну, условно, сантиметра три. Хотя столько может вам и не понадобится. Я подрезаю более ровненько, чтобы было. это лишненько. Я делаю такой прямоугольничек. Сейчас я хочу снять, чтобы не выкидывать шоколад. Пока вас ждет масса, заворачивайте ее в пищевую пленку, чтобы она не подсыхала. Сделали вот такую прямоугольную заготовочку. можно у меня такая палочка к концу она сужается, да, стек такой. Можно использовать обычную шпажку деревянную. Или из ручки пасту вытащить. Шеф, лайфхакист. Можно вот таким образом, да, раскатывать. Если у вас нет, то вот такую шпажечку можно использовать. Я буду использовать стек и мне надо вот таким образом краешек прокатываем, волним его, делаем как юпочку. Если он у вас прилипает, возьмите этот край с одной и с другой стороны припудрите и прокатываем. То есть вот таким образом положили и катаем тоненько-тоненько. Здесь будет у вас такой рюшек. Вот это нам нужно. Это нам нужно для того, чтобы сердцевиночку потом скатать. Скажите, на интенсиве надо будет тоже такой делать цветок? В смысле на интенсиве? Какой интенсив? Какой интенсив, скажите, пожалуйста? У нас нет никакого интенсива. Это что вы имеете ввиду на интенсиве? Так, теперь вот эту штучку разрезаем на три части. Скатываем их как в трубочку такую. Девушки, я снизу даже у меня получилось прикрепить, что мы делаем. это не мастика, я скажу вслух, это цветы из пластичного шоколада для декора куличей. Даже прочитала красиво. Делаем, смотрите, внизу я чуть сминаю и сплющиваю в такую плоскую, чтобы потом можно было крепить. На конце я оставляю вот такой рюшек. Я делаю достаточно крупное, чтобы вам было видно. Вот, смяли, зафиксировали и приминаем, чтобы было плоское. То есть на конце у вас такой получается, как собираем юбочку плесированную, а дальше сминаем вот эту основу плоскую. Она интенсивнее. На каком интенсивнее? Выбираем одну из тем и делаем домашнюю работу. И как? Кто-то хочет домашнюю работу сделать? И что-то не поняла. Я не понял, ты кому-то домашнюю работу раздаешь? Нет, еще ничего не раздавала. Привет, привет. Далее будет, как у нас говорят. Далее будет, посмотрим. Это у нас можно с кем-то путать? Скорее всего. Но нам все равно приятно. Так, смотрите, основание у меня вот такой конус. Теперь к нему нам нужно закрепить с трех сторон вот самое основание вот так. Я креплю вот эти три части. Креплю с трех сторон и фиксирую на заготовочке. Девчонки, подскажите еще раз другим девушкам, как убирается комментарий? Они пропустили все? и мы рады, что вы с нами. Спасибо. Лишнее я обрежу. Сейчас отковыряю лишнее, оно мне не нужно. Вот эти части уберу, они мне не нужны. У основания только креплю вот эту часть. Здесь получается три такие штучки. Видите, я покрупнее делаю, у меня заготовка сделана поменьше, потому что нам нужно сделать такую тройную кисточку, как с бахромой. Вот такое как основание должно быть. Я сделала достаточно крупное, чтобы было вот такое. У меня здесь поменьше. Если я буду маленькое такое делать, вам не будет так видно. Потом можно сделать чуть меньше, заузить его, и разделить на три части. Чуть чуть чтобы отделялось, как у нашего кропуса настоящего. Спасибо, девочки, спасибо. Чуть чуть сторонки, все. Но делаем достаточно миленько его. Вот у нас получается вот такая заготовочка, видите, с кисточкой такой, как бы из брюшек. Вот к ней мы будем крепить наши лепесточки. Вот видите, вот так нам нужно будет закрепить. Они у нас еще недостаточно подсохшие, но в принципе уже держатся. Желательно давать заготовочкам чуть дольше подсыхать, для того, чтобы можно было с ними работать. Я растапливаю шоколад. Скажите, пожалуйста, из шоколадной качественной глазури можно делать такие цветы? Ну попробуйте, я из нее не делаю. Попробуйте из галочки. Дело в том, что мы с глазурью наотрез отказываемся работать. я работаю с шоколадом. Шеф, а почему вы шеф? Ну, потому что я шеф. действительно шеф. Да, девочки. Я 23 года отработал шефом в море. Так, смотрите, он сдает все секреты. Чуть-чуть у нас прихватились листики, желательно им давать более длительное время, чтобы они стабилизировались. Можно даже отправить чуть-чуть в холодильник. если вам нужно быстро, чтобы они подзастыли. Вот наши лепесточки. Видите, они такой формы ложечки уже стали. У нас тут, не могу сказать, сильно холодно, но 21 градус в принципе можно работать. Теперь смотрите, у меня здесь растопленный шоколад. У меня есть такое устройство, называется мелкер. То есть оно все время держит шоколад в одной температуре. вот это девочки желтенький. Это китайский, для работы с цветочками его вполне хватает. С головой. Теперь мне нужно у основания промазать шоколадом и приклеить к основе. Чтобы было быстро, я буду использовать вот такой фризер. фирма Food Color польская тоже продаются в кондитерских магазинах. Они есть белый и красный написано другой фирмы. То есть их сейчас уже можно везде достать. Может еще вписаться охладитель по-моему, как-то на сайте вы читали как он там. Это смесь газов как бы пищевых. Не как бы пищевых, нормальный газ, который выпустим для использования пищевой правой шлиности. Ну я промазываю только основание чуть-чуть шоколада и буду крепить с трех сторон как знак Мерседеса. Вот в самый низ я начинаю закреплять вот так. Если вам нужно чуть развернуть можете чуть оттянуть стороночку. Поставили и я закреплю сразу чтобы быстро охладилось. здравствуйте здравствуйте если у вас достаточно жарко то охладитель такой фризер будет в помощь он помогает быстро скреплять если у вас в прохладном помещении работает кондиционер то можно использовать кондитерский клей и клеить на него так смотрите клеем еще вот так с трех сторон нам надо зафиксировать наши лепесточки смотрим чтобы было на одном уровне чтобы не было так один лепесточек выше другой ниже стараемся на один уровень ставить с трех сторон нам надо прикрепить наши лепесточки закрываем вот так цветочек когда мы промазываем теплым шоколадиком у нас основание тут размягчается и можно его прям вот так примазать к основе вот вместе с нами будут какие вы молодцы молодцы кто-то подготовился нам приятно спасибо промазываем нам нужно закрепить теперь следующий ряд его будем клеить вот видите у нас где два листочка стыкуется у нас есть такая щель скажем так мы в шахматном порядке начинаем крепить то есть в этот промежуток мы крепим следующий ряд подставляем тоже смотрим он может быть буквально на один миллиметр выше либо делаем его на уровне вот таким образом и фиксируем эти цветочки можно делать заранее потому что хранить их можно длительное время и так крепим со всех сторон в промежуточки я вот немножечко следующий ряд приоткрываю здесь приминаем все зависит от того насколько распущенный цветок вы хотите сделать если вы хотите чтобы он сильно раскрылся тогда вам нужно будет чуть сильнее его раскрывать от основания я делаю такой полузакрытый потому что чаще всего пропусы идут в таком закрытом виде и продаются они так ребята спасибо вам за ваш труд и за то что делитесь своими секретами а вам спасибо что вы с нами очень приятные воспоминания сейчас я одной рукой девочки держу отпусти тот телефон человек просто ваши вопросы читает на другом телефоне приятные воспоминания надежда надежда у нас была спасибо за такие теплые слова так смотрите мы делаем вот так может быть сильно закрытый лист может быть открытый хотите сильно открыть то открываете их сильнее получается вот такие вот у нас цветочки крокуса стоп вот такие девочки видите вот так если вам кулички небольшие то просто вырезайте размер поменьше но тогда нужно использовать шаблончики вырезать более мелкими достаточно простой цветочек очень легко делать 6 лепесточков всего смотрите делаем мы на такой подставочке для того чтобы нам было удобно их крепить потом когда мы будем переставлять их на куличи либо на капкейки да вот как у нас на картиночке были нарциссы то вы вот здесь у основания просто руками так подминаете от тепла рук у вас становится масса более податливая и обрезаете нужную вам высоту для того чтобы потом можно было закрепить сразу на капкейк или на кулич замораживать можно замораживать после разморозки будет крошиться масса не надо замораживать нет смысла в этом потому что можно хранить длительное время зачем замораживать так девушки после разморозки у вас может пойти седина по этому налет такой по цветам поэтому лучше хранить если вы хотите хранить длительное время в холодильнике спокойно если вы начнете в марте делать эти цветы заготовки то они у вас до 2 мая в этом году пасха 2 мая они у вас спокойно достоят в боксе ничего им не будет шоколад имеет длительный срок хранения так сколько храните где мы уже отвечали девочки не будем на это тратить время еще очень много надо сделать так я потом сделаю пост пропишу еще да это я это наша Надя так дальше нам очень приятно что вы с нами давайте сделаем фиалочки мы сначала сделаем так все цветочки потому что фиалки справь нарцисс почему-то никто не написал писали писали но меньше чем крокусы вот но будут нарциссы девочки здесь это не такие цветы как делают допустим из сахарной пасты спасибо когда делают именно мастичные кто захочет кстати сделать из мастики у нас под хештегом рецепт от сороки или можно спуститься по нашей страничке там можно найти рецепт цветочной пасты вот можно сделать из нее таким же образом напишите пожалуйста название чудо-машина для шоколада да это китайская она без названия она без названия девочки вообще не было названия там какая-то моделька стояла и я вам даже сейчас не прочту потому что от того что мы ее мыли оно стерлось все тут вообще никаких опознавательных знаков уже нет поэтому сложно сказать она уже у нас года три наверное так следующим номером нашей программы я покажу как сделать фиалки очень простой способ вообще примитивный но очень симпатично они смотрятся вот риолетка пишет храню в боксе на столе ничего не тает спасибо если не сильно жарко то чего нет это когда вот жара там 35 градусов в помещении да то можно убрать где-то более прохладное так я беру вот то что нам нужно для фиалочек как вас приятно слушать спасибо вам большое сейчас я уберу вот эти крошечки чтобы цвет у нас не спутался так для фиалочек у меня вот такой цвет подготовлен более яркий фиалочный такой сиреневый фиалочный фиалочный цвет вот сейчас когда только начинаете разминать может немножко масса крошится это нормально поэтому не переживайте просто разомните ее чуть дольше так девочки вот на этот вопрос будет запись эфира я вообще категорически отказываюсь ой сколько стоит нет будет ли запись эфира конечно будет для чего мы тут тогда это все делаем танцуем показываем нет мы покажем и удалим а вы мучаетесь как же дальше делать так смотрите подмяли чуть-чуть массу я буду использовать самый простой плунжер цветочек я не нашла у вас в ленте пост с рецептом пластичного шоколада а это вы плохо искали ай-яй-яй-яй и кто же это не нашел у меня была дама которая мне писала несколько раз что она не нашла я не знаю как надо было искать когда он у нас есть под постом с тюльпанами да там кстати тюльпаны научитесь делать скажите что за краситель фиолетовый еще раз пожалуйста это я красила крокус это виолет а это я красила сухим африкан виолет назывался ой это я спрашивала цена какая цена все нормально девочки ничего страшного прикудриваю раскатываю раскатываю тоненько сейчас вам скажу шеф мне дал линеечку измерю в диаметре где-то два с половиной сантиметра обычный плунжер девочки плунжер знаете есть набор плунжеров вот пятилистничек вот такой вы очень доступны понятно рассказываете спасибо мы стараемся для вас мы стараемся ребят тут ничего сложного нет потому что ну в этом варианте очень простые цветочки девочки мы напишем я обещаю слезно цвет название красителя потом выставим девочки я делаю пост напишу все красители которые мы использовали напишу рецепт все будет тут девчонки уже были у нас на тюльпанах и пишут там где пост тюльпанами там рецепт спасибо девочки рассматриваем тоненько берем вырезаем плунжером такие вот цветочки делается очень быстро можно их понаделывать целую гору чем больше тем красивее можно сделать этих заготовок целую кучу так ну я сильно не буду уже нам так хватит для того чтобы показать для того чтобы показать вам что это очень легко и просто все всегда думают что делать цветы так тяжело шеф у меня муж тоже отлично коллега надеюсь помогает вам так повторюсь плунжер пятилистник диаметр 2,5 дальше вот такой вайнер цветочек беру это нам понадобится для того чтобы сделать углубление в самом цветочке и теперь я возьму вот такой стек который на конце с шариком шеф подвинь некоторые говорят что сохраняют а потом вытирают это не про нас девочки вы у нас если странички видели у нас хотя было такое что мы участвовали в марафоне и нам удалили эфир утончаем вот так по кругу видите я сделала чтобы у нас был тоненький срез вот оно совсем тоненькое тогда получается так толстенький а так тоненький почти настоящий то есть я по самому краешку прохожусь вот таким образом утончаю только край можете я же говорю использовать просто вот крошится немножко видите края можно использовать просто ложечку маленькую утончить по краешку прошлись утончили у вас получаются такие вот заготовочки я влюблен поэтому я просто углубляю и все по центру сейчас в Индии привет из Одесс я нашла рецепт нет а вы думали шеф хоть одессит шутит над вами или что вот видите какие получаются сразу красивые цветочки и практически похожи на настоящие то есть они не выглядят так вот по простому как обычные когда мы делаем из сплунжера и все они будут так выглядеть более живенько подложка мягкая девочки это мат мягко упругая скажем так сейчас я вот это уберу вот смотрите видите получаются вот такие цветочки это коврик для сушки стаканов или чего-то я на нем вот так кладу маленькие цветочки отлично сохнут да вот так между этими выступами укладываю чтобы у меня цветочки подсыхали я сейчас возьму о я не взяла знаешь что водичка у меня есть водичка да это не про вас за что вам сердечно благодарна спасибо я чуть-чуть увлажню в центре водичкой немножко сейчас я подвожу просто чуть-чуть влажной кисточкой я в углублении чуть-чуть вот так промазываю есть вот такие бусинки которые используют для посыпки куличиков я беру вот эти маленькие желтенькие несколько штучек в отверстие насыпаю буквально 3-4 штучки больше не надо там падает иногда больше придаем реалии да делаем такие как бы тычиночки и я немножко их туда утоплю чтобы они там в водичке зафиксировались от водички они чуть-чуть подтают какие вы замечательно так приятно смотрите спасибо большое смотрите какие получаются очень симпатичные цветочки вот эти цветочки которые я подготовила они оттонированы вот эти нужно чтобы еще чуть-чуть подсохли тогда можно будет оттонировать краешек лепестка пока мы отставляем так же само как крокус и перейдем к другому цветку я обожаю вас что вы такое говорите как будто у вас гостяк спасибо нам приятно так следующим номером нашей программы это у нас нарцисс нарцисс мы будем делать вот такой вы суперски и окрашиваете жир растворением нет просто сухими красителями это сухая краска для лепестков которые как она цветочная пыльца называется вот такой будем делать нарциссик вы если смотрели там у нас на страничке был желтый светлый желтый лепесток а центр был темно-желтый здесь мы сделаем такой классический нарцисс который всегда продается здравствуйте дорогие привет из Трагезии привет вам из Одессы нам очень приятно подготовила лепесточки нам его надо будет открывать его лепесток у нарцисса нужно подсушить чуть дольше потому что нам нужен раскрытый цветок и он должен быть более стабильный чтобы он держал форму мы вас обожаем спасибо спасибо девочки я смотрю к нам еще присоединились и кто присоединился и не слышал мои поздравления я вас поздравляю с прошедшим 8 марта хоть чуть-чуть вам еще приятно сделать так шеф тут приятности вам наговорил теперь переходим дальше к цветку нам снова нужно будет сделать заготовочки такие все будем делать на таких подставочках да сейчас мне тут маякует да привет из Казахстана Алматы хочу поблагодарить я вот почему акцентрирую внимание Лиану за ее ответы всегда отвечают на вопросы находит время вот так привет из Румынии спасибо большое привет спасибо шеф ооо шефа не забыли спасибо сейчас я тут пытаюсь расковырять вот эти ну где заклеил сильно вот это все я спешил теперь зубами не дьешь ну давай помогу тебе давай расскажи лучше что-то девочке а я пока распакую на распакуй пожалуйста потому что я не могу нам нужно будет сделать заготовочки мы начинаем с того что мы делаем вот такой конус подготавливаем для того чтобы у нас было основание где мы будем крепить основу нашего цветочка здесь у меня окрашенная манка это мелкую манку берете насыпаете в нее сухой желтый краситель вот так делаете и у вас раз и красивая желтая манка ее можно использовать для того чтобы декорировать тычиночки так ну мы же делаем максимально приближенный к оригиналу шеф отковыряем я опять накосячил не засек время это вот ну еще у нас есть буквально 5 минут спасибо очень приятно и у вас спасибо мне тоже очень приятно нет у вас через меня шеф просто так замутанец и сам учиться я это сделал спасибо так нам понадобится это у нас неокрашенный пластичный шоколад видите он такой вот цвета шоколада на я еще белый мне пока ты стоишь без дела о дяк ну сейчас с ним справлюсь просто для основы мы возьмем неокрашенный и нужен будет желтого цвета это красителем я окрашивала Америкалор Эль Йеллоу желтый желток тандем шикарный можно просто слушать и все понятно спасибо девочки так девчонки нам надо сделать вот так он выглядит сбоку шеф сейчас приблизит снова делаем шарик похожий на небольшую алычу вот так скатались и потом между ладошек выкатываем вот в такой конусик Леона вы маленькие заготовки красите отдельно? какие заготовки красим отдельно? сейчас нам выключить эти заготовки все из пластилина пластилина ты так и не пугай девочек это поверят что у детей позабирала пластилин я все окрашиваю сразу шоколад я его при замесе окрашиваю так удобнее использовать потом с праздником весны спасибо привет из Астрахани привет с Одессы привет привет смотрите мы сделали заготовочку видите вот такая сейчас я приближаю девочки здесь у меня был кусочек пластичного шоколада желтого я сделала предварительно такую она видите она подзасохла и более плотная она стабилизировалась можно использовать вот не окрашенную неважно теперь нам нужно сделать вот эти как тычиночки я их буду делать вот беру кусочек пластичного шоколада и раскатываю на ладошки в такую как усик делаю привет из Киева привет с Одессы беру немножечко вот буквально там шарик такой как перец горошком черный и раскатываю такие фитюльки что-то они у меня загибаются неважно для чего нам это нужно мы берем нашу заготовочку и с трех сторон к ней подклеиваем раз подклеиваем два и подклеиваем три шоколадные заготовки отделяйте от основной массы зачем отделяйте от основной массы ну у тебя я так понимаю цветочки цветные вон желто белые ну наверное это имеется нет я просто делаю замес сразу окрашиваю его и потом использую по мере того какой цвет мне нужен привет из Австрии привет у нас Одесса спасибо что вы с нами я закаток не делаю из того же пластичного шоколада который у меня окрашен просто у меня разные цвета я крашу сразу разные цвета с трех сторон закрепили вот эти усики давай покажем вот так вот получается так на три стороны они торчат видно на черном плане будет хорошо нет вот так видно видите вот так сейчас инстаграм не дает возможность приближать почему-то функция приближения теперь не работает не знаем почему и я сразу приморожу вы можете оставлять в холодильник там допустим отнести вы же не будете делать один цветок если вы планируете декорировать много куличей то вам нужно сделать много заготовок вы сделали основание потом сделали все мусики дали под застыть потом берем и опускаем крашеную манку и у вас получаются тычинки прям как настоящие в такой вот пыльце вы лучше обожаю ваши эфиры спасибо так сделали вот такую основу теперь нам нужно сделать вот эту юбочку вокруг пестик внутри сердцевинку как она там правильно называется а вот кто знает как называется эта сердцевинка я не знаю подминаю подминаю чуть-чуть массу мне нужно будет не очень большой кусочек возьму где-то ну вот так даже может меньше так вишенка небольшая совсем маленькая такая вот вот такой вот делаю шарик ведь он небольшой по объему ну не больше двух сантиметров вот такой тут он даже сантиметра полтора наверное вот вот тебе подсказывает от флориста граммофон называется ох ничего себе точно он похож на граммофон вот теперь я буду знать теперь буду знать основание которое обрезают можно повторно использовать да если оно у вас не сильно пересохнет это же шоколад что ему будет его можно чуть-чуть прогреть в микроволновке слегка чуть-чуть импульсом чуть-чуть размягчить вымешать и снова использовать если оно у вас стояло хорошее вопрос да я слушаю якщо я зарубила пластичный шоколад и не украсила чи можно потом украсить чи вже пизд не можно но вам придется делать как вы берете кусочек отлично вопрос спасибо добавили туда окрашивать в таком случае удобнее будет гелевым красителем добавляйте гелевый краситель и разминайте время от времени оставляйте его дайте ему отдохнуть если вы слишком долго будете вымешивать пластичный шоколад он может расслоиться поэтому чуть-чуть вымесили дайте ему отдохнуть чтобы он остыл потом еще раз вот так вот ну по чуть-чуть вымешивайте пока не добьетесь нужного оттенка так я смотрю что может мы сохраним эфир да а то девочки нас побьют потом обещали обещали ну приблизь поближе вот этот цветочек чтобы у нас была заготовочка на экран вот видите вот такой мы будем делать можешь руку убрать он тогда не будет так стоять вот так получается ну вот как-то так да вот насколько я смог мы сейчас сохраним этот эфир и выйдем в другой эфир для того чтобы для того чтобы продолжить делать вот такой цветочек сейчас сохраняем выходим следующий эфир и продолжим делать наши цветочки не расходитесь мы не прощаемся девочки не расходяем Продолжение следует...